ну что давайте сделаем вам обзор отелька объек ну вот как бы вот все хочется уже как бы реновации везде давайте буду вам показывать тут шкаф ну вот видите да все и не знают какого века такой тут вешалки тоже вешалки все ванная ванная комната тут в принципе все есть такой какой-то и запах немножко не очень приятным мне кажется шампуньки тут фен ну видите да сами то есть вот прям хочется как-то все новенькое хочется так халаты сказали сейчас принесут душевая так проходим дальше так тут две кровати одна большая 2 поменьше значит что еще есть обычный стол мини-бар мини-бар бесплатный тут только не алкогольные напитки вода чай кофе все есть эти чайник тоже такой доисторически так дальше такой диван кресло вот и видим с вами у нас номер с с видом на море и на территорию отеля вот такой вот в принципе вот такой номер ну что мы идем не кажется все таки отель отель как-то не достоин уровня пяти звезд до все отеля которые находятся в билете они очень дорогие этот отель летом стоит очень дорого где-то так же как и аль водон мне кажется что он этим денег не стоит но это наше мнение туда туда тут смотрите один лифт не работает милашка он не работает на ноль мы не можем туда нужно спуститься ну я думаю к нам прийти попробую покрытие посмотрите они вот вот прям вот так все вот прям даже запах такой от них идет да какой-то старостью очень очень нравится красиво когда спускаемся да мы сейчас на ноль и спускаемся в главный ресторан значит он не спускается в главный ресторан значит мы пойдем пешка тралом так хорошо а то есть уже не видно да жалко ну ладно ничего страшного завтра с утра снимем покажу так мы сейчас пока в лобби сейчас я закрою дверочку и поедем с вами на да давай что смотрите здесь проходит в зимний период тут проходит шоу программа да ну понимаете очень сильно пахнет коктейли коктейли пожалуйста коктейли можно взять бесплатно и видите да смотрите как я вот диваны доисторические ну все такое прям уставшее спит все спит а так идем с вами да на ресепшен давай я давай 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 я покажи с ними какая девочка припевочка ну такой ну вот понимаете все вот так как то вот так вот грустно ну вот прямо грустно вот если сравнивать с альбадонные в той же категории да то конечно кая белек очень сильно проигрывает очень сильно а прекрасная девушка да ресепшене все очень чудесно так с таким с понимающим взглядом милаш да милан пойдем ну давай мы тебя ждем с понимающим взглядом такая говорит ну да да у нас есть проблемы большие проблемы я говорю но у вас нет хорошего хозяина менеджера нет хороших милан фотографируется вот я думаю что ничего тут не случится так и будет загибаться отель пока все соки с него не выжат и все это мое мнение все пока не поменяется хозяин ничего тут не случится Заюша пойдем 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 кушать по поводу кухни кухня неплохая она такая не люксовая тоже не претендует на какую-то такую грандиозную пятерку ну вот как orange country да то есть спокойно спокойно хорошая четверка с большим плюсом еда хорошая да милаш вот еда хорошая мы сейчас заходим с вами в главный ресторан я вам действительно покажу да я вам действительно покажу что готовят очень вкусно и очень неплохо так итак заходим и что по 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 ужину Симит был он с утра с утра ага ты проспала смотрите брокколи какое-то мясо с грибами картошка роти курицы смотрите какая красивая индейка милашинка ты посмотри какая красивая индейка мне очень нравится кабачок фаршированный со шпинатом что-то смотри какая красивая индейка запеченная да мне кажется это с овощами это вкус да ты чё серьёзно милана какой-то такой невероятный рыба 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 разная 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 телятина жареные грибы говядина ягненок картофель наггетсы куриные заюша индейка жареная да ты взяла индейка жареная так куриные ножки антрикот без говядины ну потрясающий выбор как бы еды на хорошую четвёрку с плюсом жареный картофель с фарша перцы фаршированные запечённые ягненок тушёный манголь я даже не знаю утки утка сайте рис шашлык из фрикадели котлеты жареная индейка овощи на гриле макароны о боже мой милаша а наверно на улице да курочка с карри луковые кольца картошка овощи естественно пиде да 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 пицца хорошо милана ты посмотри какой пиде и прекрасный повар который это всё готовит вот в этой прекрасной печи пиде окне да пиде окне лакмаджун кахвалты да 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 спасибо чай кофе да давайте ещё посмотрим есть два вида супов ну и конечно огромный 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 выбор овощей всяких разных закусах вот шеф-повар тоже да 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 такие вот они красивые турки да всякие разные овощи запечённые соусы сыры салаты салаты кстати он был на обед я думаю что что это остатки простите меня пожалуйста смотрите похоже на селёдку а это похоже как-то а это наверное баклажаны фрукты большое количество и овощи свекла помидоры редис салаты черри и ну выбор очень большой вот прям большой большой так 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 что вам ещё показали вроде бы всё показала не знаю а смотрите есть мороженое на ужин шоколадное вишнёвое и ванильное и ванильное десерты 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 ну прям вот так вот десертов много-много да глаза разбегаются это я и и и и и тут такие вот разные-разные турецкие сладости кто любит и много-много все мои хорошие я иду ужинать все вам вроде бы показала а нет еще смотрите всякие разные соусы и огурчики малосольные оливки огурчики все есть так что кормят вкусно с добрым утром да Илана вчера сорвала голос пела пела забирай меня скорей увози за 100 морей и целуй меня везде 18 мне уже потому что русских всего сколько здесь человек где ну русских здесь ну человек 10 не больше короче Милана а в чем я пошла а где мои исландцы так я хорошо увидела возвращаюсь нормально пошла в танково ладно хочешь вам покажу вам некрасивый ковер вот этого чудесного отеля я в кавычках милашенька держи дай пойду сланца одену тут три лифта есть ну смотрите два лифта спускается на нулевой да а один нет а еще вот тут такое есть заляпанное саляпанное стекло все я переобулась мы вчера кстати мы вчера так с милашкой загорели вообще просто я не загорела ну то потому что постоянно в бассейне была в этом закрытом а там солнышка нет если бы ты в открытом была то было бы нормально так open the door door opening да don't open а возьми сразу да я возьму сразу полотенце тут вообще самообслуживание сейчас я вам покажу здесь есть бассейн который в закрытом помещении вот есть детский маленький и взрослый большой вот сразу вам начну территорию показывать чтобы у вас понимание было Милана тут самообслуживание тут смотрите такая стоечка тут спа зона и тут получается лежат и вы просто берете подходите и все тут есть парикмахерская Велла не думаю что там Веллой красят ну ладно не столь важно так да конечно я возьму полотенце а тут всевозможные разные магазины ребятушки это очень смешная шутка всевозможные разные магазины доброе утро Доброе утро Геннадий Геннадий у меня не мои русские карты тут есть и магазины верхней одежды ну просто сейчас утро и ничего не работает а так а так в принципе я вчера начала смотреть альбом думаю смотрите вот Геннадий и я знаете что увидела вот эту фотографию дома Матерь Божья ладно потом вам дальше покажу пойдем короче как можно было такую красивую девушку сфотографировать с таким просто каким-то огромным местом задним не знаю геннадий давайте быстренько буду вам показывать завтрак чай кофе вода су все есть прекрасная прекрасная девушка так дальше дальше быстренько давайте пробежимся я тебе сейчас покажу вкусную колбаску Милана вкусную колбаску покажу которую я вчера ела и она правда вкусная смотрите все как обычно маслины оливки все 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 сыры все это есть так смотри какая вкусная какая вкусная вот это Милана вот это вкусная вот это и вот это я вчера брала она прям вкусная как в России так что можно это взять знаете какого цвета да какого посячина фрукты сезонные айва яблоки груши все это апельсин и мандарины сухие завтраки всевозможные разные их очень много печенья дальше фруктики йогурты тоже сыры всякие джемы варенья все что хотите это это такое не не основные блюда сейчас пойдем по основному экмек хлеб пожалуйста всевозможные тоже разный возьми пожалуйста это что взяла семит ага милашенька возьми мне кусочек хлебушка семиты можно темного хлеба так дальше давайте вот так вот пройдемся вокруг стола тут тоже всевозможные джемы варенья и тут тоже мед шоколад панкейки какие-то беляши мера мэраба мэйбэхэл хэлп 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 давайте мальчику поможем это это такое тут непредвиденное бетсов что это грейдере хорошо уже на турецком разговаривать хоть чуть-чуть всевозможные кашки тут не знаю какой-то остроенные пирожки запеченные тосты булочки 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 боже сколько булочек и тут еще и круассаны и булочки булочки и тосты и какой-то такой вот а я только хочу попробовать а нет это нами сыром это мне будет невкусно так шоколадом видите вообще дальше яйцо такое такое значит колбаса вместе с перцем здесь я турецкий турецкий ответ он называется мененен с перцем а помидорами и лицо и лук дальше такое вот блюдо турецкий традиционный пирог сыром и дальше тоже она лет наш традиционный с грибами вы заметили что нет повара который готовит омлеты при вас яйцо в крутую всмятку и и и и и и и и картошка какой-то фарш с яичница с фаршем вот так вот они назвали сосиски фасоль с сыром пирожки просто омлет на молоке помидоры жареные баклажаны жареная колбаса и трубочки с сыром вот так вот вот такой вот все мои дорогие весь завтрак показала у меня такой скромненький завтрак омлет бекончик две картошины это я бюк 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 бардак чем смех он до век сфере сама смотрите какой большой бардак стакан вот у меня еще помидорчики лимон взяла для того чтобы в чай добавить и еще у них есть здесь томатный сок вкусно и милаши мне что взяла на десерт вот такой булочку с клубничка видите там внутри клубничка а ты что себя взяла ты только семи ты все лицо мило ну как так то песни пела девочка девочка пела что сегодня ты сказал что же не будет солнце я хотела подзагореть посмотрите какой он смотри какой он милана давай мы тебе что-нибудь дадим вкусно хочешь давай блин кстати какой большой 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 а там а там у них тоже кошкин дом смотри заюш а вот и черный пришел а ты прям как тигр я тебе серьезно говорю ты прям очень на тигра похож такая не тигра рысь такая прям вообще и это а ты пантера в мило 1 пантера вторая рысь вообще просто собрались друзья-товарищи да сейчас тебе тоже дадим подожди дождик ну ладно все давайте мой завтра давайте я вам еще покажу территорию отеля смотрите сам корпус видите вот так вот так вот такое вот расположение он где-то 7 этажей 5 этажей и нет два то есть два этажа там ресторан и так далее здесь вот проходит завтраки обед и ужины тут спиливают видите сейчас готовят к сезону а спиливают пальмочки тут еще конечно это все будет благоухать потому что природа только-только у нас просыпается да и что еще вам смотрите большой бассейн есть крытый бассейн в помещении на первом на нулевом этаже здесь большой амфитеатр тут получается бар не все работают заведения сейчас так как так как еще сезон да не начался сейчас он немножко проект пройдусь покажу тут вот один бассейн и второй бассейн еще получается бар который при бассейне она сейчас работает в зимний период времени территория а вся достаточно ухоженная у садовники работают на ура потому что все подстрижено все благоухает к травка к все вот то все ну очень все ухоженно вот я вам даже так вот чуть-чуть покажу видите прям газоны все ухожены все все замечательно с территории тут конечно нет никаких проблем проблема с сервисом с номерами по еде тоже у меня нет никаких претензий но в альва да не лучше ну и и естественно в рикса си тоже вот но рикса стоит значительно дороже а если мы говорим про такую же ценовую категорию орышка антрии или альва дону то я бы конечно выбрала или оранж или альва дома но точно не кая белек потому что персоналу наплевать на гостей они работают у нас душ там 2 лейка да и тоже все фиолетово так никто и не нет ну вы в меня поняли да то есть так так гостям относятся не как что касаемо пляжа мы сейчас подходим с вами здесь видите работает снег ресторан но он сейчас закрыты а в летний период он открывается поэтому здесь будет еще один бар и и ресторан при уже пляже что насчет пляжа пляжи вообще в белеке везде очень хорошие это прям песок-песок заход в море галь гальки вообще никакой нет бы если у нас в алане там песок с галечкой да все равно где-то смешан то здесь прям песочек-песочек и душ есть туалетные комнаты тоже тут есть песок вот прям песок-песок но это везде везде в белеке во всех отелях белеком отличные пляжи хорошая береговая линия достаточно много лежаков и зонтиков хватает абсолютно всем сейчас разбран пирс но видите там тоже вот уже готовится будут лежаки и можно будет и лежать вот так вот на пирсе я сейчас подхожу с вами к морю чтобы вам заход показать в море видите заход просто шикарный потом человек даже плавает заход море шикарный смотрите это не только это в отеле ветер ведь вся вот это вся полоса билека она вся просто шикарно гуляют люди загорают и место на пляже достаточно тут волейбол играют вместо на пляже 3 достаточно тут вот один кая и вот еще второй каевский отель ну вот принципе вот такой пляж если будут у вас вопросы по отелю то пишите я на все отвечу вот видите смотрите лежаки да уже тоже такие подуставшие то есть ну можно конечно поменять потому что где-то уже такие замызганные ну это примете не это не пятерышный отель достойная бы четверка да я бы сказала но если вы заявляете все таки что это пятерка то должно быть конечно все на высшем уровне вот еще видите зонтики она какая-то будет тоже зона релакса отдыха а детский есть клуб и есть еще здесь игровые автоматы тоже для детей они естественно платные а там получается за амфитеатром еще есть аквапарк он сейчас не работает но он есть то есть у горок много достаточно и он много видите зон просто зеленой травы тоже там ставят зонтики и можно а зонтики шезлонги и можно просто отдыхать на травке вот на территория большая и с той стороны получается здание основного тоже территория там есть где просто погулять видите с колясочкой до пройтись то есть территория достаточно большая для прогулочек вечером или с ребеночка вот пожалуйста тут бармены и бар у бассейна который работает баров много получается тут центральный лобби бар есть тоже вместо всем достаточно и вот эти вот как раз эти номера все выходят на получается море и естественно бассейн то есть выбираете номер себе а сивью и вас однозначно конечно будет выходить балкон на на море и на бассейн сейчас вода очень холодная в бассейне поэтому я что-то не рискнула я окунуться плаваем закрытым а тут загораем уже температура воздуха 25 градусов очень тепло очень я тебя вот прям даже под загорела так что у кем такая красненькая было все это будет плохо слышно ведь и готовится к сезону наводит красоту людей сейчас конечно очень мало отдыхает а и еще хотела вам сказать очень мало русских туристов в основном в основном иран почему-то здесь отдыхает но и поэтому конечно музыка соответствующая да много арабской музыки ну вот и а и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok